добрый день сегодня вам расскажу пару принципов как сформировать свою боевую группу первое что вы делаете когда зайдете в стил дивизию вторую и захотите поиграть мультиплеер вам придется создать свою боевую группу вот список дивизий на основе которых можно формировать боевую группу заходим нажимаем выбираем дивизию на основе которой будет создаваться наша боевая группа давайте даст будет не не знаю от 29 кавалерийский 29 танковый корпус и так вот это наша боевая группа что хочу показать вот эти вот ячейки каждый ячейка имеет свою стоимость 1 очко 1 очко 122 вот это активационные очки которые тратятся на создание этих на покупку этих самых ячеек теперь выбираем ячейку пехоты скажем стрелки дп вот у нас стрелковый взвод его можно взять в трех фазах игра подразляется на три фазы фаза а 10 минут фаза b 10 минут фаза c до конца игры вот если вы берете фазе а у вас получать доступность 9 человек на карточку вот мы и взяли фаза b 18 человек на карточку фаза c 27 отрядов на карточку бейкер фаза c так далее что еще мы можем поменять мы еще можем менять ветеранство ну вот скажем фаза b 12 саперов на машинах студий бейкер мы можем взять ветеранство то есть сейчас у нас минимальный ветеранство новички теперь у нас обстреляны 8 на карточку и элита будет 4 на карточку видите да от фазе c или ты будет 6 12 18 то есть это важно знать единственное правило которое хотел бы сказать что брать элиту ну в этой игре практически не имеет смысла слишком малая доступность вам скорее всего понадобится больше этих отрядов в некоторых дивизиях в особо случаях когда вы точно уверены что вам надо именно элиту ее нужно брать еще одно соображение на первых стадиях как правило надо как можно больше брать войск чем это связано смотрите у нас есть доход есть три вида основных виды дохода и один не очень полезный пока что слабоиграющий и так баланс 100 очков за минуту доход на первой стадии 140 очков в минуту на второй стадии и 170 и того а за первую стадию стадию а этот доход принесет вам 1000 очков плюс стартовые 750 итого 1750 очков вы сможете потратить за первые 10 минут за стадию б вы сможете потратить 1400 очков и за первые 10 минут стадии c вы можете потратить опять 1700 очков то есть чем дальше стадия тем больше у вас должно быть юнитов но если вы возьмете скажем vanguard то за первую стадию вы получите 2250 очков 2250 очков за вторую стадию 1200 и за третью лишь 1100 то есть у вас по нарастающей спадение идет и тогда вам на первую стадию надо как можно больше отрядов она скажем на стадию c так у вас доход маленький меньше чем у всех остальных дивизий вам уже можно пройти элиту то есть нам максимально эффективной карточкой так это по поводу дохода и по фу по поводу того какие карточки у нас есть и как они формируются теперь смотрите дивизии в игре разные пехотные танковые различные боевые группы с сильной поддержкой или сильной авиации обычно игроки рассуждают следующим образом у меня элитную танковая группа и мне надо забить ее элитными танками максимальном количестве то есть вот у меня доступно раз два три 4 5 6 7 8 9 10 карточек танков я их все должен взять да а вот скажем за двадцать шестую стрелковую например у меня тоже огромное количество пехотных вкладок а танковых всего четыре поэтому я должен взять вот пехоты и буду воевать элитной пехоты или большим количеством пехот это не совсем правильное рассуждение до танковые деки с тяжелыми танками лучше всего воюют на открытых пространствах где у танков есть прострел где эти тяжелые танки не пустят легкие средние танки ближний бой но во время боя часто будут складываться ситуации тактические ситуации решение которых вам потребуют специальные отряды специалисты например какие ситуации очень часто распространенные ситуации это вот с немцами берем пятую танковую армию пятую танковую дивизию вот эта дивизия но немцы в целом они не имеют быстрого транспорта и она приезжает на поле бою позже так вот для того чтобы не терять войска просто в атаках на хорошо укрепленные позиции на которых русские приехали первыми немцы предпочитают собрать боевую группу и ударить каком-нибудь месте кулаком на это советские командиры обычно отвечают контратакой по всему фронту сразу везде потому что если у человека в одном месте мощный кулак значит везде там дырки и просто блеф поэтому его надо пробивать так вот в этом случае немецкому генералу потребуются специалисты такие как панзершреки отряды поставить их на дорогах и не дать вражеском танкам проехать дешевой пушечки которые в лоб танки пробивать не могут но зато в борта когда советская колонна будет прорываться неподготовленная вглубь вашей обороны в борта эти пушечки танков настреляют будь здоров или например у меня тут по-моему не взяты но у них есть огнеметчики вот они которых можно будет поставить в лес и скажем туда обычная пехота различные там гренадеры зашедшие будут поджарены да то есть специалистов выбивать надо аккуратно понимая что вы будете делать и что вот там есть специалисты его лучше всего поминометить как подавить потом уже выбить либо своими специалистами либо отрядом там против которых специалист плохо воюет например огнеметчики мало чего могут сделать техники да и их лучше всего разведочка подсветить и расстрелять бесплатно потому что они не имеют оружие дальнего боя только для ближнего боя так это что касается общих формирований так теперь смотрите когда вы собираете деку вы должны понимать для чего вы ее формируете то есть для какого режима как вы будете использовать как вы будете играть если вы играете один на один вам обязательно нужно будет юниты блефа юниты набивки то есть карта широкая где-то будут прося просадки по самой линии фронта вам ее надо набить чем-нибудь вот там за трупы на идеально подходят сажаешь туда отряд линии фронт не двигается там есть какой-то отряд он постреливает он разведывает когда враг туда плавится на вина бежать соседних флангов начинается огонь там всякие ваши юниты поддержки танки и так далее то есть отряд сам по себе сделать ничего не может но зато видит держит линию фронта может разведку убить отлично да и вызывает огонь или привлекает ваше внимание к этому участку если же вы играете два на два или командные игры да то там как правило линия фронта будет уже у вас и на этой линии фронта враг будет вытаскивать максимально мощные подразделения например сразу же могут приехать тигры пантеры из и и даже сорокопятка или там какая-нибудь панзербуши даже в бортом пак 36 даже в борт этому из у ничего не сделает поэтому вам желательно юниты получше 40 под 40 борт из у накидает будь здоров и есть третий вид игр это когда вы играете с друзьями дискорд и каждый вечер вот вы можете создавать любые деки с любым доходом с любой наполненностью то вам ваши друзья вы скажем там за танковую деку наполняете фронт танками на ваш друг там играющий за авиационную дивизию с большим количеством авиации обеспечивают вам авиационную поддержку пво артиллерию а ваш друг набивает всю пехоту то есть в этом случае у вас ничего не ограничивает в принципе наверное все для новичков и так слишком много поэтому давайте всем пока увидимся следующий раз